И вот произносишь слово «живый» и хочется рассказывать о том, что это такое, в связи с тем, что ты про это узнал и увидел. Произносишь слово «человек» и хочется говорить об этом. Потому что, ну, понятно, что человек человеку рознь, да, что бы и что бы ни говорил. И мы делимся безвозвратно, к счастью, на мужчин и женщин. Вы знаете, да, что мужчина, ну, в биологии ближе к коронавирусу, чем женщина. У нас такая большая разница между нами. Нас можно делить на четыре главных рас. Да, это дети, старики, мужчины и женщины. И у каждой из них свой собственный путь, свои цели, мечты, желания, возможности, проблемы, интересы. Нас можно делить на авторов, производителей и потребителей. И ты можешь оставаться в любой из этих каст всю жизнь и можешь проходить из одной другой, приближаясь к авторству. Со авторству, с Богом. Да, потому что Бог – это главный автор. И главное умовотворение – это мы с вами. Ну, так, такое само мнение у нас, что мы главные умовотворители. Хотя, может, мы вместе, в совокупности, и есть тот самый Бог. Так вот, исследование человека, вот, и его жизнь, конечно же. Так вот, жизнь – это наполнено самыми разными проявлениями. И есть внешние формы этой жизни, да? Ну, то есть, или там симбиомы благополучия. Что это такое? Это там здоровье, счастье, удача, успешность, эффективность. И существует множество людей, структур, методик, которые нам говорят. Вот, чтобы у тебя были красивые ногти, надо делать волосы. Или фигуры. Или настроение. Или чтобы у тебя были средства. Или чтобы ты не болел, не кашлял, или не раздражал. Или чтобы хорошо пахал. И есть профессионалы самые разные, которые говорят, вот, если люди будут заниматься голубями, то голуби спасут. Другой говорит, нет, главное – это мед. Потому что из меда можно делать, и он может рассказывать об этом бесконечно. И так далее. То есть, да? Борзыми собаками там, чему-то. Так вот, еще, например, есть мастера. Мастера – это люди, чья деятельность пишется с большой буквы «мастер». И они предлагают нам методики, на которые положили всю собственную жизнь, помогающие нам понять высочайшиеся, ну, если мы в разные термины, мы просто там, центрироваться, там, получить какой-то моральность, духовный, интеллектуальный, физический инсайд. И предлагают разные способы и методы этого центрирования. Вот вы знаете все такое слово, такой термин, как… Ну, словом «метод», чтобы не называть разные иностранные слова. И вот методы есть у каждого такого мастера свои собственные. Да, один предлагает, центрированный через боевые искусства, с полным которых нам известили, что бы то ни было, то есть фанин, шу, карате, конфу, там, аль-кудо, славянские стили боевых искусств. Другой говорит его, называет разными направлениями. Третий – великий, четвертый – дыхание, пятый – сновидение, шестой – смех, восьмой, восьмой – бехтурцой, девятый – закаливание, десятый – и много-много разных моментов. И это замечательно, у нас есть возможность выбрать. Но разговор идет о внешнем. Да? Вот как нам выглядеть, как нам себя чувствовать, какое впечатление нам производить на людей, как нам лучше всего сыграть ту или иную роль, как стать… Вот если наша жизнь… Ну, возьмем такую метафору «Игра», это кто ты в этой жизни? Режиссер, сценарист, постановщик. Ты играешь главную роль или вторую? Или просто массовки участвуешь? Какой жанр в твоей жизни, если метафору переводить его в кино? Это драма, комедия, боевик, детектив? Вот. И все это важно, и все это интересно, но, пожалуй, важнее всего другое. Вот человеку, который путешествует, чаще всего задают три вопроса. Кто так, куда и куда? Вот если бы ты себе их не задавал, ты неполный человек. Да?